Вот такое у нас утро сегодня, с волнами на берегу океана, с ветром сильнейшим. К сожалению, не получится пойти там погулять, потому что я даже не знаю, когда погода здесь наладится. Сколько дней мы здесь находимся? Столько дней. Дождь, ветер. В общем, погода нелетная. А вот в этот город мы приехали. Портовый. Здесь два города портовых. Отсюда уходят корабли в сторону Англии, туда Исландии, Ирландии. И исторически он был здесь портовым. Здесь в Африку корабли уходили, и в Америку. Набережная и пляж города Кастандр. Кто-то его называет одним из самых красивых городов в этом регионе. Не знаю, вот мы сейчас едем в центр, пока я ничего супер-мега-красивого не заметил. Но этот регион славился тем, что они здесь китов убивали, отлавливали и привозили рабов с Африки. Попадаются здесь, конечно, периодически красивые дома, красивая архитектура, но так сказать, что прям типа это самый красивый город. Вот я здесь видел и покрасивее места. Приехали на полуостров Магдалена. Здесь у них вот стоят лодочки, еще дворец есть, или даже два дворца. И его можно обойти, собственно, за час пешочком на велосипеде за 15 минут. Еще у них сегодня какой-то концерт вроде бы намечается, и площадь закрыта в связи с этим. На корабли, на которых они ходили, либо это копии, макеты, может быть. Ну вот, так они выглядели. Совсем небольшие вообще. А это вообще какой-то плод там. Ливень выгнал нас с этого города. Не дал нам посмотреть полуостров. Вообще ничего не дал здесь посмотреть. Здесь по прогнозам несколько дней дожди. И потом вроде бы будет солнце, но мы, естественно, этого ждать не будем. Мы сейчас поедем на восток, в следующий город, и потом уже все, будем опять возвращаться в центральную часть. Может быть, получится поехать в Андорру. Если нет, то уже будем уезжать во Францию из Испании. Встречается у них периодически здесь интересная архитектура. Такие домики красивые. Но я не могу сказать, что прям город красивый, прекрасивый. Конечно, если его сравнивать с Валенсией, то да, город будет, конечно, краше Валенсии намного. Но, в принципе, мы видели и покруче города. Я не знаю, может быть, там внутри прям все красиво, но в такой дождь туда нет никакого смысла идти. Это сейчас просто мокнуть здесь. Здесь еще сильный очень ветер доет. Люди вот в куртках, в дождевиках. У нас несколько дождевиков в машине. И, естественно, мы их убрали подальше, потому что никакой необходимости вообще не было. Сколько мы путешествуем, уже больше двух месяцев. Это вот первые дни, когда пошли дожди. И причем они такие идут. То заканчиваются, то начинаются. В городе много пляжей. И пляж чистый, с песком, со спасателями. Причем идет дождь, пасмурно. Все равно спасатели работают. И я искупался. Вода не могу сказать, что прям холодная. Ну, такая освежающая. И нормально. Там в центральной части старый средневековый город. В 1941 году пожар был сильный два дня. Купки потушить и все почти сгорело. Очень долго восстанавливали центр. И один пожарный погиб. Только мы собрались уезжать и сразу вышло солнышко. Непонятная погода, в общем, здесь. То ливень, прям с ветром сильным, то солнышко. А у нас еще сегодня закончился интернет греческий. Мы купили испанскую симку, тоже Vodafone. И, в общем, стоимость была всего лишь 10 евро. 25 гигабайт и 25 гигабайт нам подарили. То есть, по сути, эта цена даже меньше, наверное, чем у нас в Алма-Ате. 10 евро это всего лишь 5050 гигабайт. У нас таких цен нет. У них здесь 0,16 практически вообще непопулярное масло. И у них здесь полстраны гибридные машины. Но они почему-то заливают туда масло густое. Типа 10.30 там или еще что-то типа такого. Я приехал на Toyota. Они говорят, мы тебе 10.30 зальем. Я говорю, мне надо 0,16. Оно, наверное, в два раза жиже. И они говорят, ну, типа у нас тут в Испании жарко. Поэтому мы 10.30 заливаем. А производитель рекомендует, если 0,16, значит, надо 0,16 заливать. Прямо до последнего, пока вы не проедете, пока у вас расход не начнется масла. И чем, конечно же, гуще масло вы в машину заливаете, тем это хуже для мотора. И, ну, хуже оно смазывается, мотор. То есть, если производитель рекомендует 0,16, нужно обязательно 0,16. В общем, я искал тут, искал по Испании несколько дней. И вот только здесь нашел, там, на каком-то складе кое-как матюль. Купил. А сейчас вообще делают даже 0,8 масла в некоторые японские машины. Оно еще, оно вообще как вода. Там вообще даже и масла толком нет, там одни присадки. 60 километров нам ехать. Вот здесь Кэрфур есть, большой магазин. Кстати, у него тоже большая парковка. Можно вот на таких вот магазинах останавливаться на автодомах, если у вас автодом. Я думаю, тут особо ни у кого никаких вопросов не будет. Магистраль, она проходит ближе к центру. А есть дороги вот старые такие, живописные, которые проходят возле моря. И периодически будут съезды к пляжам, будут съезды к вот этим скалам красивым. Вообще здесь мест очень много. И поэтому по бережью можно прям долго путешествовать. Вообще все лето, мне кажется. Потому что каждый город по-своему, каждая деревенька по-своему интересная. И, ну, если не брать в счет большие города, вот в такие большие города только приехать. Я не знаю даже, что здесь делать. Наверное, масло только купить можно. Ну, и топлива здесь поменьше будет цена в больших городах. А так, по сути, здесь делать нечего. Потому что платные парковки. Во многие большие города въезд запрещен. Ну, и вообще много эмигрантов. Опасно машину оставлять. И много нюансов. А вот когда вы по деревенькам едете, там намного все спокойнее и живописнее. И намного все интереснее. Ну, если вы, конечно, природу любите. Все две линии морские. Это как раз вот корабли приходят сюда с Англии, с той стороны. По-моему, там с Франции еще есть корабли. И Бильбао. То есть вот эти два города. Сантандр. Этот город называется Сантандр, где мы сейчас были. Эти два города, они такие портовые города. И, ну, можно, наверное, там что-то найти интересное. Но, в принципе, мы уже насмотрелись всего этого интересного. И нам больше нравятся всякие пуфоны, все такое. Какие-то скалы и там еще что-то. Просто сама по себе природа красивая. Здесь уже, либо из-за того, что мы ближе к центру едем, более такая сухая трава, желтая. И вот эти все магистрали, они бесплатные. А там, по-моему, будет еще дальше, наверное, из-за туннелей. Из-за того, что туннели там, ближе к Бильбао, вот платные дороги, платные магистрали. А вот это мы едем бесплатно сейчас все. Передной наш пляж. Волны, камни, песочек. Ну, это рай, конечно, для серфингистов. Но, так просто здесь отдыхать, конечно, тяжело. Вот есть отели прямо на берегу. Очень красивые пляжи. Прям такая здесь природа красивая. Но, из-за того, что погода не позволяет, мы, к сожалению, не можем здесь остаться. А так здесь можно было бы прямо вот с таким вот видом заночевать. Люди стоят там, бесплатная парковка. Либо где-нибудь вот здесь. Очень много мест, ресторанов. Тут же все рядом. И море такое красивое. Правда, я не знаю, как серфингисты, если там эти скалки торчат. Как они здесь катаются. Вот душ есть. Туалет. Все. Нажали на кнопочку. Wi-Fi даже здесь может быть где-то рядом. Вот в такой парковой зоне запросто может быть бесплатный Wi-Fi. Все для людей сделано. Все. Абсолютно. Вот каталки такие. Вот здесь тоже можно заночевать. Написано, что кемпингом нельзя. Но кемпинги стоят. Я думаю, если ночью приехать и встать в такое место, особо никто не расстраивается. В луж куда-нибудь как встать. Вот кто-то с собой мопед возит, велосипеды возят, мопеды возят. Стоят, знак есть, но все равно люди стоят. Не всегда полицейские вот это вот осуществляют надзор над этим. То есть, может знак быть, но по сути, как бы никто это не контролирует. Опять знак, и все равно они стоят здесь. Прямо вот так на берегу, там волны, море. Я думаю, если бы мы встали бы, у нас бы не считалось, что это мы кемперы. Если бы мы все спрятали бы, закрыли бы со всех сторон. Никто бы даже не понял бы, что мы кемперы. А вот здесь вот уже все, зона закончилась, и здесь можно стоять. А вот там они вообще классно сделали. Высокие машины, вот эти вот кемперы, они просто не проедутся. Я могу спокойненько проехать 2 метра. И вот таких вот шпарьеров очень много. В Европе только легковые могут машины проезжать. И, пожалуйста, вот, можно заниматься кемпингом, спать, все что угодно делать. Правда, они опять написали, что нельзя. Продолжаем движение по вот этой магистрали. Так, и здесь лагрин на... Вроде как бы есть... Платный где-то проход. Видимо, либо мост есть платный, либо еще что-то такое платное. Здесь есть какой-то кусочек небольшой платной дороги. Друзья, мы уже подъезжаем к Бильбао. Это страна басков. В Испании автономный такой регион есть. Один из семнадцати. В котором живут самобытные люди. Любопытно то, что здесь всего лишь 50% людей говорит только на испанском. Все остальные либо говорят на баском, либо еще на каком-то. То есть, на самом деле, здесь в Испании очень много языков, диалектов. И они отличаются. А некоторые вообще сильно отличаются. Потому что вот этот язык басков, он даже в романскую группу не входит. И там его происхождение не совсем понятно, откуда он, этот язык вообще появился. Как он появился. Но эта территория, эти жители, они в том числе населяли Францию. Там в свое время они жили на территории Франции. И здесь, на территории Испании. В общем, они здесь занимаются сельским хозяйством. В восьмидесятых годах здесь у них упадок был экономически очень сильный. И сейчас этот регион один из самых богатых регионов во Франции. И, в общем, у них здесь своя кухня, свои одежды, свои какие-то традиции, обычаи, там, вера своя. Ну, в общем, как будто бы это просто другая страна. И даже и не Испания. После этой территории, после этой страны басков, туда уже дальше граница и уже Франция. То есть территория Франции начинается. Мы сейчас съехали с магистрали. А магистраль проходит там. Это старая, видимо, дорога. Мы съехали, здесь красивые виды, посмотрите. Вот, там магистраль идет, чуть-чуть ниже. Здесь у них елочки какие-то такие. Или это вообще, я даже не знаю, что за дерево такое красивое. Мост. 260 метров. Для них вот эти мосты вообще построить. Такое ощущение, что ничего не стоит. 300 метров мост. На высоте, наверное, 30 метров, если не выше. Между двумя скалами. Но здесь уже ближе Бильбао. Уже больше машин. И через каждые, наверное, 5 километров есть заправка. Или через 10. С рестораном. Некоторые отели есть. Но отели в этом регионе более-менее приличные. От 100 евро начинаются. Кантабрия. Мы только что выехали. И, короче говоря, что-то там было написано. Пиская. Пиская? Да. Это страна Басков, Пиская. Пиская. Короче, только что мы выехали со стороны Кантабрии. И приехали в страну Басков. Пиская в страну. Оказывается. Друзья, какой нас здесь встречает красивый мост. Невероятно красивый. Сейчас прочитаем, сколько метров. 800 метров. La Arena. Москва называется Arena. Крутяк. Тут же рядом линии ЛЭП проходят. Вантовый мост. Вот эти пилоны держат ванты. А ванты держат дорожное полотно железобетонное. Да уж. И все это бесплатно. Трасса бесплатная. Ну, если я, конечно, не ошибаюсь. Одна из основных достопримечательностей. Это вот такой вот парящий мост Пискайский. Он, кстати, сейчас перевозит там каретку с людьми. И помимо того, что этот еще фуникулер, они еще и людей поднимают вот так вот на эскалаторах здесь, чтобы люди не напрягались. Не дай богу. Они сделали эскалатор на улице, как в Турции. Причем на весь подъем. Вот сколько есть подъем здесь, столько и поднимают. А этот Пискайский мост парящий, его ЮНЕСКО под охрану взяли как инженерное, в общем, короче говоря, сооружение. Наследие ЮНЕСКО. По-моему, машины еще возит. Это люди стоят, ждут. Еще и машины, по-моему, он возит плюс ко всему. Кажется, это паромная переправа для машин. И стоит переехать, перевезти машину с одного берега на другой 9,5 евро. 150 лет мосту почти, что 130. И, короче говоря, он машины поднимает и с одного берега на другой перевозит за 9,5 евро. Я, в общем, не рискнул туда ехать, загонять свою машину и платить еще за это деньги. Я, конечно, люблю природу, но не до такой степени, чтобы в концертном платье по электричкам разъезжать. Они сейчас что-то туда загрузили. По всей видимости, машину загрузили. И, возможно, даже не одну. Короче, перед архитектором этого моста стояла задача построить мост, чтобы он возил машины и все такое тяжелое. Но, чтобы не перекрывал здесь движение по реке. И, короче говоря, он вот так взял, сделал. А, еще нельзя было подъездные пути делать. Дом полностью облицован кафелем, керамикой. Но архитектура, я вам скажу, здесь так себе. Строят что-то рядом с этим мостом. Да, они туда напихали машин, людей напихали. Еще можно там сверху пройти. Но я не знаю, как туда подняться, чтобы сверху пройти. А, там лифт есть. Но лифт, наверное, бесплатно. Скажу вам честно, друзья, я бы сюда, наверное, не приехал бы, если бы не этот мост. Вот, мост, это единственное, что меня привлекло сюда, в этот город. И вот, собственно, люди, чтобы, получается, перебраться с одного берега на другой. Заплатили 9 евро. Я думаю, это связано больше, наверное, даже с тем, чтобы просто получить экспириенс. Это, наверное, просто как аттракцион какой-то. Ну, потому что... А, здесь еще... Да, ну, потому что... Мне кажется, вообще нет никакого смысла. Чтобы проехать песком, тоже надо деньги оплатить. И вообще нет никакого смысла за 9 евро тут можно объехать. Этот город не такой большой. Шесть машин помещается, как минимум. Удивительно. И мотоцикл засунули предприимчивые испанцы. Удивительно. Все, она начала билеты продавать. Двери закрываются. Сейчас погиб. Все автоматически происходит. Она теперь только ходит, билеты продает. Все, сейчас шарманка покатится. Капец. Вот это пород. Поехали. 130 лет мосту этому. И он как часы работает. Это больше как туристическая какая-то достопримечательность. Потому что 12 евро стоит по этому мосту, вот там сверху пройти. Причем, по всей видимости, люди раньше, наверное, бесплатно ходили. Потому что мост давным-давно уже окупился. И сейчас они взяли, сделали вот это, замутили. Они не хотели сносить здесь старый город, подъездные пути не хотели сносить. И им нужно было сделать, чтобы он плотно здесь стоял, компактно. Только мы пошли смотреть этот мостик. И опять нас дождь прогнал. И лишнее подтверждение, что нужно отсюда уезжать. Здесь Бильбао находится такой, у него ландшафт на горе, на сопках. Прям вообще неровная-неровная местность. И, в общем, мы сейчас выезжаем на трассу, на ту, с которой приехали. И едем в центр туда, на восток. А вот это вот, между прочим, справа наверху, это пешеходный мост. Вот такой вот. Они же сделали для пешеходов, для велосипедов, чтобы люди и велосипедисты не пересекались с машинами. Вот так вот ездили, развязку такую им построили тоже. Чтобы им скучно не было. Чтобы им не было так обидно. Вот такие здесь развязки, пожалуйста. Сколько там полос? Наверное, полос 15. Оказывается, мы не были еще до сих пор в Бильбао. Это вот это вот место, это называется Португалетто. И вот как раз развязка, которую я вам показывал. Капец! Сколько здесь полос! Свою полосу проезжать нельзя ни в коем случае. Просто невероятные какие-то развязки. Мне вот это напоминает, наверное, какую-то Асию, Японию, Сингапур. У них там тоже все в этих мостах. И вообще непонятно, куда ехать. Какая радуга красивая. Я не знаю, куда смотреть. То ли налево, то ли направо. То ли прямо. У нас прямо радуга. По курсу. Вот, наверное, здесь мы где-то въехали уже в Бильбао. Очень большой город, между прочим. Прям невероятно большой. Портовый город тоже. И... Естественно, здесь все изрисовано. Исписано. Но это не так бросается в глаза. Сейчас едем полоса. Здесь 5 полос с одной стороны. 10 полос в общей сложности. И эта дорога по городу проходит. Удивительно. Конечно, у них не будет заторов, такие развязки. А вон и Бильбао. Вселение, оказывается, всего лишь 350 тысяч. Но это, наверное, старые данные. Но даже если полмиллиона здесь живет, все равно, мне кажется, они делают здесь такие магистрали, потому что здесь Франция рядом, и Европа рядом. Как бы вся Европа сюда едет. И... Ну, они должны делать такие дороги, чтобы потоки с Европы не замедлять. Никоим образом. Здесь вот еще просто прилегающие города прям очень близко. И оно получается вот так. В целом, как одно. Как-то единое все. Как один город. Потому что вот мы проехали Паракальда, Сестау, Сан-Турции. И это все прям вот так впритык-впритык. Да, сам город Бильбао, это вот, собственно, вот здесь щиты они сделали, чтобы шум от машин не беспокоил жителей местных. И вот как бы здесь все рядом. Ну, я бы, наверное, не хотел, конечно, в таком мегаполисе жить, потому что здесь прям кипиш. Я здесь еще помимо этих дорог, вот по которым мы ездим, целая куча платных дорог, очень много. И я вообще не знаю, какой смысл ездить по платным дорогам, если здесь бесплатные дороги, как платные магистрали. И вот мы едем по Испании, мы один раз заплатили 5 евро, ну, чтобы сэкономить там целый час времени. А так, вот мы сколько ездим по Испании, мы ни разу не платили за дороги. Четыре полосы, серпантин, скоростная магистраль идет. Еще там внизу тоже сколько полос, я не знаю, 4 или 6. И все это бесплатно. И-70, да, 8. Ну, она, скорее всего, туда уйдет, по берегу, во Францию. А, либо она уже в горы пошла. Я уже что-то чуть-чуть запутался здесь. Надо посмотреть хоть, куда мы едем. А, все, мы на восток уже, да, поехали. Итого-то она на восток, эта дорога через горы будет сейчас уходить. И она почему-то бесплатна. Но, видимо, потому что альтернативы нет. И только вот по туннелям, по этой дороге ехать. И поэтому она бесплатна. 1300 метров будет туннель сейчас. Все, мы сейчас через эти горы переедем. И, по всей видимости, там уже не будет ни дождей, ни ветра. Ничего такого. Вот эта вот дорога, она условно бесплатная, потому что за грузовикам свыше 3,5 и свыше 12 тонн. Там у них разные тарифы, видимо. Нужно оплачивать. А легковые вроде бы бесплатно проезжают. И очень много камер таких мачт сверху. Они прям контролируют, какая машина, что там везет. Груженая, не груженая. Со всех сторон камеры. И пунктов нет пропуска, но грузовики здесь платят. Вот мы едем. Сейчас забрались на перевал. Не знаю, сколько здесь высота. Нам осталось ехать до ближайшего города еще час. Здесь температура опустилась до 60. Это примерно где-то 20 градусов по Цельсию. Даже может быть еще меньше. И я думаю, из-за дождей и, скорее всего, ветра вроде бы нет. Скорее всего, там тоже будет прохладно, куда мы едем. Потому что здесь горы со всех сторон. И вот тут, куда мы ехали, и с левой стороны, со стороны Франции тоже горы. Пиренейские горы. И поэтому, скорее всего, здесь будет прохладно. Решаем одно из самых маленьких. Сообществ здесь Франции, поселений. Вот у них музей вина в этом регионе. Они выращивают очень много вина, повсюду виноградники. Вот он. Музей вина уже закрыт. Мы не успели. К сожалению или к счастью. 200 или 300 миллионов тонн они здесь делают вина каждый год в этом регионе. Замок Хавьер. Очень любопытное местечко такое. Находится в горах, в лесу. Он такой, типа, мини-замок такой. Здесь заводь, такой мостик маленький. На нём можно было переходить. Вот люди сделали вот так вот. Очень любопытно, конечно, это всё выглядит. Интересно. Вход в замок. Сейчас спрошу, сколько стоит. Примечательно, что рядом с этим замком есть несколько отелей. Вот один из них. Там ещё монастырь или церковь. Но всё закрыто. Замок закрыт. И монастырь или церковь закрыт, не знаю, на сиесту или на что. В общем, нужно подождать. Вот ресторан. Здесь отель трёхзвёздочный. Ну, всё очень культурно. И там ещё есть отель. Прямо рядом с замком они либо построили, либо это уже были вот так у них здания. Европейцы очень любят вот с достопримечательностями делать рядом отели. Человек приехал в отель, приехал на замок посмотреть, сразу в отеле оказался. Это вода, колонка. Питевая вода. Вот они ещё сделали вот такую машинку себе, чтобы, видимо, гостей возить. Здесь из-за того, что граница с Францией, очень много автодомов с французскими номерами, да и вообще легковых машин тоже много. И здесь есть такая стоянка, здесь можно заночевать. Можно попробовать найти ровное место и заночевать здесь рядом с замком. Очередной город на нашем пути. Здесь в центре такая крепость, замок. И что самое интересное, самое интересное, я вам сейчас покажу. Здесь люди живут, гуляют в центре, как всегда. У них здесь замок, такой крепость. Целая стая. Уже в таком современном стиле. Типа пятиугольная такая звезда и пушки здесь есть. И опять тут мостик вот тоже такой же на цепях, который опускался, поднимался. Ну, по всей видимости, уже современное укрепление, замок. Продолжаем движение на восток. Едем через через цепь Пиренейских гор непроходимых. На самом деле вот эти горы в средние века служили очень большим препятствием для завоевателей. И, конечно же, многие не могли пробраться через эти горы, через непроходимые, через эти всякие разные леса. И, собственно, это было для Пиренейского полуострова, для Испании, для Полу-Португалии таким вот барьером для завоевателей. То есть там за горами уже Франция, собственно, и Франция, конечно же, много раз пыталась напасть, завоевать Испанию. периодически у нее это получалось, но в основном горы, в общем, являлись большим препятствием. с левой стороны черная полоска это граница уже с Францией, примерно где-то километров 30-40, наверное, уже Франция отсюда. Вот здесь слева за горами. И, конечно же, очень красивая природа, во-первых. Прямо очень красивая. Так, здесь написано на въезд запрещен старый тоннель. Еще нужно отметить, что проезжали сейчас серпантин, очень узкий, периодически были моменты, места, где прям вообще с трудом машины, автобус, если едет, то все, пробка сразу будет. И с трудом легковые даже машины разъезжаются здесь, вот по этой трассе. А еще нужно отметить, что здесь температура воздуха поднялась прям значительно, градусов, наверное, на 10 точно поднялась. Я думаю, это связано с тем, что здесь с центральной части и с южной части Испании уже вот этот вот теплый воздух жаркий, и он здесь все подогревает, несмотря на то, что даже мы в горах находимся. Все равно здесь температура воздуха очень высокая. Друзья, у нас тут такая дорога вообще невероятная. Старые туннели, какие-то старые арки. Туда высота метров 100, наверное, этот, скалы, тут какие-то сетки натянуты, на эти сетки периодически камни падают. Капец. Там большой камень она поймает, маленький поймает, не поймает, неизвестно. и набор высоты идет. Эта дорога, она проходит возле границ с Францией. Это вот мы едем сейчас по Перемейским горам. И, по всей видимости, здесь какая-то раньше тоже древняя дорога была, и они решили ее тоже, эту дорогу, они ее ремонтируют. Она вообще капец уходит. Я в Турции видел что-то похожее, но там были такие каньоны, на экскурсию я ездил, для пешеходов. А здесь прям машины едут по серпантину, она движется там, я не знаю, сколько, 30, 40, 50 километров. Очень длинная. Периодически они ее ремонтируют. Еще и встречные машины здесь. А там речка течет, не высохла. Горная речка. И температура здесь падает до 10 градусов ночью. практически до нуля. Даже навигация в шоке не может понять. Эсера называется река. Мостик переехали на другой конец, на другую сторону ущелья. Удивительно. Елочки растут. Какая-то коммуникация есть тут. А, уже типа 40 нет знака. Теперь 60 можно ехать. И набор высоты. Друзья, посмотрите, какой здесь невероятной красоты закат. Я, конечно, разные закаты видел, но это просто какой-то невероятный. за горами вот так вот, за тучами еще там этот градиент алый, розовый, все цвета. Мы все едем вверх и вверх, перенейские горы покоряем. Они здесь со всех сторон через через каждые пять метров понаставили палочек, чтобы человек не дай бог с дороги не съехал. Это вот такая вот старая у них бесплатная дорога. Причем это железные столбы, они еще и обшиты светоотражающими всякими элементами, наклеечками, обклеены. оклеены. Мы сегодня проснулись рядом с таким прекрасным местом в горах. Здесь высота около 500 метров, наверное, по дороге в Андорру. Под деревьями можно вот так встать, автодома, мусорные баки, столы, стулья, чистейшая вода в речке, кристально чистая. Здесь мост рядом, есть церковь тоже там на скале я сейчас туда схожу, наверное. Так называется деревенька и церковь, церковь называется, там как раз смотровая площадка есть рядом и рядом город Бару, а вообще этот парк называется вот так вот. Ну, либо по названию моста можете найти это место. А, нет, здесь мост не пишет, пишет, что максимум 8 человек только на нем может находиться. одновременно. О, мост и качается, он на канатах и качается. Вот здесь под мостом прям такая хорошая глубина, ну и течение тоже не слабое. Идеальное место вообще для кемпинга. Вода есть, тень есть, мусор есть, все, что нужно. В общем, здесь есть чистейший воздух прозрачный, трекинговые маршруты, вот такие у них здесь классные, удобные. Все просто супер. Какие-то невероятные запахи, то ли малиной пахнет, то ли какие-то цветы болевые, я не знаю, но просто обалденный такой запах. Там наша машина, водичка, мостик, все сделано для людей. Скамеечки, тропиночки, вот это все камнем тоже уложено, это люди все сделали. Здесь они наглядно показывают, как растет, созревает дерево, и вот это вот дерево, пенек, в общем, с 1940 года здесь. Они это тоже все обвернули, завернули аккуратненько. Все таки у них такое трепетное отношение вообще к природе, к окружающей среде, как-то они об этом обо всем заботятся, пекутся. Непонятно вообще где. Я не знаю сколько километров здесь, наверное, 100 километров от ближайшего более-менее населенного пункта, 100-150. И вот где-то в горах, где-то в лесу такие маршруты, все забетонировано, перила стоят, все все стоит куда еще уходит какой-то маршрут, а и вот собственно монастырь, который был построен в 7 веке даже наверное на горе. здесь какая-то пещера есть. Интересно. Под монастырем. и вот собственно монастырь 43-й год. Все закрыто. Вот здесь расписание, когда будут проходить мероприятия и можно подняться на смотровую площадку посмотреть. Птицы какие здесь. Вот по этой трассе мы приехали оттуда и она возле речки вот так постоянно идет. Старая трасса справа, а вот это слева уже построили внутри скал там напрямую. Проход туда проезд. И постоянно возле речки едем в сторону Андоры. Здесь 640 метров всего лишь высота. Наверное поэтому было не холодно нам спать в машине. Опять мы выспались. еще посмотрите они не просто здесь перила сделали они каждую стойку накрыли вот таким крышечкой чтобы вода его не разрывала не разрушала потому что здесь снег бывает и вода когда попадает он может разрывать и они поэтому каждый столбик укрыли милаши. у них вот такие бусики есть фольксваген вот это версия бич есть еще океан еще как-то и это заводский фольксваген делает именно автобусы кемпинг они притащили теперь целый автобус большой туристов надели на них каски специальные костюмы жилеты спасательные и в общем отправились срафтинг делать на самом деле у них здесь это очень правильно осуществляется безопасность потому что вода ледяная и вообще в этой ледяной воде все что угодно может произойти водок им не хватает поэтому человек полностью должен быть защищен жилета в Каннском все такое здесь горах обнаружили древнее поселение плюс ко всему еще есть вот такая площадка тоже для отдыха большое место для парковки для кемпинга с видом туда на долину у меня уже все ближе и ближе франция здесь рядом андора и вот здесь у них почва вот такого красного цвета это видимо связано с тем что много либо железа либо меди либо еще чего-то такого но туда нужно идти там в принципе руины поставки руины и наверное по сути больше ничего интересного нет горнолыжные трассы здесь еще переднийский горный массив и где-то вот уже либо прямо по курсу либо где-то за горами уже андора будет навигация показывает 40 километров всего лишь осталось здесь чуть-чуть дальше они сделали вот такой вот балкон со стеклянными перилами он уходит вниз и с видом на долину проходит вот так вот по склону вот здесь вот есть пару деревушек там еще деревенька есть и потом туда очень много людей здесь путешествуют на автобусах на мотоциклах вот ребята тоже на мотоциклах мчатся березы на мотоциклах на мотоциклах на мотоциклах друзья мы только что прошли таможню Испании и вот здесь уже написано Андорра вернее мы просто проехали там была камера и был зеленый свет и ну и мы просто проехали никто никаких слов нам не 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 задал не спросил никаких вопросов и вот по всей видимости вот это уже территория таможня Андорры причем нам не поставили штампик на выезд наверное если вам это нужно сделать вы должны подойти и там поставить штамп чтобы покинули территорию Шенгена и заехали и ну и типа заезжайте в другую страну в Андорру видимо потому что у них здесь все короче говоря в куче наверное поэтому они вот так вот нас выпустили быстро из Испании и просто сейчас и быстро запустят по всей видимости в Андорру ну тут еще трафик такой приличный даже не знаю вроде как все проезжают просто проезжают и все ну я думаю они понимают что если у вас есть Шенген вы как бы можете находиться на территории Европы и ну и плюс ко всему еще для Андорры у нас 3 месяца мы можем без визы находиться друзья вот уже полицейские машины Андорра и уже другие слова здесь вот мы только что въехали на территорию Андорры мы проехали только что КПП на нашу сторону даже вообще не подсмотрел никто с казахстанскими номерами вообще спокойненько проехали и никто никаких вопросов нам даже и не задал мы даже паспорта не доставали даже не останавливались просто проехали и все спокойненько вот такая она Андорра немного конечно чувствуется сразу отличия как-то у них все это компактно здесь все как-то в одном месте и как-то не знаю в общем даже как объяснить Макдональдс и Бизен Кэрфор это видимо какой-то торгово-развлекательный комплекс большой ну Андорра на самом деле она очень маленькая и ее даже пешком обойти можно я не знаю за день наверное и здесь очень много мест для прогулки и потом вот это вот справа полоса там прямо на ней видно отштампована чтобы велосипеды ездили велосипедная зона топливо на 20 центов ниже и вообще сюда приезжают люди многие шопятся покупать не только топливо здесь зона беспошлиной торговли и вы можете много что купить здесь без налогов вот так они здесь живут в ущелье на на горах всякие разные дома горца в общем и у них номера другие то ли мост то ли что у них такое красивое даже непонятно сразу значит столица андорры вот ее центральная часть андорра девил находится вот в такой вот долине и здесь очень много домов многоэтажек в том числе они вот туда в горы прям в горах горы горы здесь активно застроены и весь кипиш сегодня в долине был пробки здесь были ну и все такое то есть тесно конечно же первое что бросается в глаза это то что здесь тесно 140 квадратов 700 тысяч евро вот здесь есть и 2 миллиона евро 3 миллиона евро вот 290 тысяч за 50 квадратных метров собственно и вся андора здесь ее наверное можно обойти за весь день за один день весь город вот оттуда и до туда где я вам сейчас показываю мы здесь гуляем значит по улице андоры по старому историческому центру вот здесь турецкий китайский ресторан а вот здесь вот прям совсем рядом смотрите шампанское какие-то здесь коньяки и виски но сразу видно что они самые дешевые и здесь тоже всякие разные просто вот за стеклышком стоит черная икра крылья краба и все вот за стеклышком обычно еще у них сегодня здесь бесплатный концерт все перекрыли полицейские а люди здесь прям на балконе прям у жилые дома и они здесь перекрыли видимо это главная площадь или еще что-то и они сейчас здесь настраиваются будет концерт очень качественная звуковая у них аппаратура и все это бесплатно просто на площади причем здесь вот в разные дни в разное время будут они выступать разные артисты мы сейчас прошли по историческому центру и там все заставлено столами стульями и везде пьют вино либо пиво что-то такое а вот про это нам сегодня говорили здание какое-то интересное старое здание парламента вот так вот камнями все выложено город гудит шумит спать вообще никто не хочет и вот здесь то что мы поднялись на лифт везде наверх есть везде лифты бесплатные лифты вы можете вниз вверх пуститься подняться еще одна такая площадь есть и вот приехали акробаты поставили людям стульчики и сейчас будут выступать а люди будут просто за этим бесплатно смотреть друзья мы сейчас поднялись наверх а тут все просто сияет вся андора вообще никто спать не хочет музыка огни и вот такая вот красота весь вся долина как на ладони еще и горы подсвечиваются туда тоже они второй и и